Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня будет высказывать председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Быков. Владимир Васильевич, добрый день. Добрый день. У нас на сайте целый ряд вопросов, которые обращены непосредственно к вам. И есть вопросы, которые я приготовила для нашего сегодняшнего эфира. Но начнем, пожалуй, с обращения. Обращение разместил наш слушатель. Подписался он как Антон-дальнобойщик. И оно направлено непосредственно вам. Вчера в Кирове по всей стране прошла акция перевозчиков против введения Платона. Накануне акции мы хотели встретиться с министром транспорта области. Обращались с просьбой организовать встречу для обсуждения наших проблем. Не один раз, но нас никто не слышит. Владимир Васильевич, просим вас помочь организовать встречу дальнобойщиков с властями, чтобы мы могли озвучить свои проблемы и услышать позицию власти. Вообще вот эта ситуация с дальнобойщиками и с введением Платона. Кажется ли вам, видите ли вы здесь какое-то проблемное зерно? Есть ли над чем еще думать и над чем работать? Во-первых, я готов встретиться с Антоном дальнобойщиком, потому что буквально на днях проходила встреча Дмитрия Анатольевича Медведева именно тоже с дальнобойщиками. Там четко были определены позиции и было четко указано, что мы должны показать, куда эти деньги уходят. Именно в какую улицу, в какую трассу, на каком участке того или иного, той или иной федеральной трассы или муниципальной трассы. Поэтому нужно встречаться, нужно говорить, что интересует наших дальнобойщиков и затем это обсуждать. Я готов к ним встречи, с ним встретимся, обсудим. Но я думаю, что вот в тех сегодняшних условиях это приемлемо, но действительно мы должны... Мы вот в прошлом году получили деньги в город. Именно были у нас и деньги, которые идут по акцизам на топливо, и были деньги, которые шли по Платону. И мы уже можем даже вот этим людям, которые ко мне сейчас обращаются, показать, что вот эта улица сделана за те деньги, которые вы заплатили. Поэтому я думаю, что встретимся, проговорим, выслушаем их, а затем уже вместе примем решение. В таком случае Антону мы рекомендуем все-таки позвонить нам в редакцию 211.101, сообщить свои данные, и с вами свяжутся Антон. Пожалуйста, Владимир Васильевич готов ответить на ваши вопросы, обсудить ваши проблемы. Вчера состоялось официальное открытие Года экологии в Кировской области. В этом мероприятии вы тоже принимали участие. И у нас на сайте слушатели пишут на эту тему. В частности, житель Котельничья пишет. Владимир Васильевич, мы живем... Мы, жители Котельничья, серьезно озабочены планами правительства по открытию на базе Мородыковского нового опасного производства. Нас успокаивает, что там не будет радиоактивных отходов, но ведь промышленные отходы 1-2 класса не менее опасны. Собираетесь ли вы вмешаться в ситуацию? Ну, во-первых, мы не просто собираемся вмешаться. Мы будем вместе с правительством разбираться и смотреть о дальнейшем использовании этого предприятия. На сегодняшний день решение какого-то, что там будут какие-то отходы, перерабатываться не принято. Почему? Сегодня идет рекультивация тех объектов, которые были на заводе. Это будет идти не один год, это в течение двух лет. Затем мы будем смотреть, какие будут предложения, что можно использовать. Потому что были разные предложения. Я думаю, что полная и достоверная информация будет доводиться до населения, а не так, что где-то кто-то услышал, что вот там прозвучала информация о том, что будут происходить там захоронения или там утилизации, или еще что-то, переработка каких-то отходов. Вот когда будут какие-то решения приняты, мы доведем. Понятно, что в городе Котельничье это беспокоит людей, потому что это, собственно говоря, рядом. И, естественно, с ними в первую очередь мы эти вопросы будем обсуждать. Тем более, что вот в рамках года экологии придется обсуждать много проектов. Буквально в прошлую пятницу я был, участвовал в Чебоксарах и участвовал в работе Совета законодателей Приволжского федерального округа. И вот мы посмотрели, что сделано в Чебоксарах и в Саратовской области. В Саратовской области нам рассказывали, там в городе Энгельс, а в самих Чебоксарах между Новочебоксарском и Чебоксарами построен современный сортировочный пункт бытовых отходов. Мы побывали там, никаких запахов, никаких, ну, будем говорить, условия, о которых мы здесь говорим, но действительно идет сортировка и действительно в разы сокращаются сами площади тех, будем говорить, необходимых гектар под полигоны ТБО. Мы должны с учетом мнения общественности все-таки принять решение, потому что нам в области сегодня необходимо строить сортировочные вот такие пункты, и нам необходимо осваивать новые площадки под ТБО. Тем более, что вот когда происходит сортировка, там в разы сокращаются, в общем-то, объемы, которые необходимо будет складировать. Это большая работа, я думаю, что вот действительно вот в год экологии нужно об этом говорить. А проблемы здесь есть и в Советске, проблемы есть и в городе Кирове. Кирово-Чепецки, мы говорим о том, что сегодня большая проблема, горит там площадка, где находятся, собственно говоря, все отходы города Кирово-Чепецка, но без этих, будем говорить, площадок, без этих полигонов и без строительства сортировочных таких вот пунктов современных, ну, а мы говорим о том, что необходимо строить и сами заводы по утилизации всех отходов, это необходимо делать, это необходимо понимать нам всем, а уже даже если эти активисты поедут и посмотрят, как это сделано в Чебангсарах, они убедятся, что все современные проекты, они делаются с учетом того, чтобы как можно меньше наносить вреда окружающей среде, и как можно меньше использовать, собственно говоря, площади для того, чтобы вести переработку и утилизацию отходов. Это нужно делать, это очень важно сегодня для нашей области. Хорошо, что вы провели параллели между полигонами ТБО и обращением жителей из Котельнич по поводу будущего производства на Мородыковской площадке, поскольку мы же с вами помним, что ситуация, когда недостаточной степени велась работа с оповещением населения, с его просвещением отношений ТБО и так далее, вылилась в то, что площадка законсервирована в двух районах сейчас в области, и проблема возрастает только. И если мы будем возвращаться к Мородыкову, вы говорите, что нужно оповещать людей о планах правительства. В каком виде это будет оповещение? Это будет газета? Это будет заявление на сайте? Или будут прямые выезды к людям и разговор с ним на местах? Нам решать вопрос оповещения очень просто. В Котельниче есть районная дума. Мы планируем проводить семинары, занятия с председателями районных дум. И вот 6 апреля уже первые такие семинары, совещания первые мы будем проводить в городе Кирове. Поэтому вот нам есть возможность оповестить. А депутаты уже районной думы через депутатов поселковых советов могут это довести в полном объеме до населения. Поэтому довести всегда очень просто. Вот на сегодняшний день вот эти, в общем-то, будем говорить, различные истории, которые ходят вокруг Мородыкова, они побуждают к тому, что уже в Котельниче там организована группа людей, там уже собраны подписи, более там тысячи. Вот мы, как только появится у нас достоверная информация и будем говорить те планы, реальные планы, которые будут, через думы мы будем доводить всю эту информацию. Надо будет, мы будем ехать, встречаться. Я могу сказать даже проще. Есть актив партии «Единой России», который тоже будет задержан в этой работе. И это особое мнение председателя законодательного собрания Кировской области и секретаря Кировского районного отделения партии «Единой России» Владимира Быкова. Мы сейчас прижаемся на короткую минуту буквально и тоже будем говорить про экологию, но уже с уклоном в благоустройство. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101-FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков. И мы обещали поговорить про благоустройство. Тем более, что Анатолий, наш слушатель, на сайте оставил следующий вопрос. «Когда мы увидим полные списки дворов, которые будут благоустроены в этом году в Кирове по программе «Комфортная городская среда». И как вы лично собираетесь контролировать исполнение этой программы? Анатолий просвещенный человек. Он понимает, что вы, как глава регионального отделения партии «Единая Россия», этот партийный проект будете курировать. И уже курируете. «Мы его курируем. У нас есть кураторы, которые занимаются этими вопросами. И в городе, именно в городе Кирове по благоустройству дворов, за это отвечает председатель комиссии по городскому хозяйству Камышев Александр Владимирович. Я уверен, что тот общественный совет, который у нас в городе существует, именно, вот вы помните, там, 3-4 года назад мы начинали эту работу и говорили, что она будет продолжена. Вот теперь эта работа продолжается. Она велась, ну, мы ее, кстати, не останавливали. Она велась, но более такими, будем говорить, малыми такими темпами. На сегодняшний день снова возвращаемся к тем большим объемам. У нас на сегодняшний день, получается, порядка 150 дворовых территорий. Сейчас завершается... В городе или в регионе? В городе. В регионе мы сейчас эту полностью информацию собираем, потому что не только в городе Кирове, а в городах Кирово-Чапец, Лободское, Мутнинск, Вятские поляны тоже будет вестись эта работа. И я думаю, что где-то уже в первых числах апреля будет полностью сформирован этот список. Он будет доведен до населения, и все будут участвовать, в общем-то, в контроле за исполнением, особенно те дворы и жители этих дворов, где будет происходить этот ремонт. Владимир Васильевич, ну, когда мы говорим, что все будут контролировать, обычно получается, что никто не контролирует. Ну, вы знаете, вот я, исходя из личного опыта, могу сказать, что мы контролировали и будем контролировать. Вот, по крайней мере, раз в неделю объезжать все дворы, где будут идти ремонты в городе Кирове, а если я где-то буду в тех городах, где по этой программе будет проходить благоустройство, также там будут брать на контроль эти дворовые территории, поверьте, это, в общем-то, не просто такие слова, а это и жители города могут это подтвердить. Потому что со многими мы вместе встречались, и многие, собственно говоря, появлялись и дополнительные объемы работ после этих встреч, потому что менялись пожелания. Кто-то говорил, что здесь вместо там стоянки давайте лучше сделаем детскую площадку или там какую-то беседку. Вот на сегодняшний день, я еще раз говорю, что эта схема контроля, она отработана. Как только мы уточним все наши планы, сразу будут организованы аукционы и вместе с жителями приступим к выполнению этой программы. Программа рассчитана на пять лет, поэтому чьи дворы не попали в этом году, значит, мы их будем планировать, и они будут участвовать в этой программе в следующие годы. То есть, что мы можем сказать Антону, что в ближайшее время, в начале апреля, списки дворов появятся где? На сайте правительства? На сайте правительства, газете «Наш город», на сайте партии «Единая Россия», на сайте города, на сайте муниципальных образований, где городов, в которых будут программы работать. Ну, а Владимир Васильевич обещает лично, еженедельно контролировать, как идут работы под благоустройство дворов. Вопросы экологии поднимались и на Совете Федерации, как мы знаем, на прошлой неделе, когда там проходили дни Кировской области. Вы нам рассказывали об этих планах, в частности, о том, что собираетесь поднять вопрос борьбы с борщевиком, рассказывали здесь, в этой студии, еще до отъезда в Москву. Чего удалось добиться в Совете Федерации? Я могу сказать, что на всех комитетах, на которых выступали представители правительства и депутаты законодательного собрания, нас внимательно выслушали. И практически все наши просьбы, они вошли в проект решения. 12 апреля на заседании Совета Федерации этот проект решения будет принят, и у нас появится документ, с которым мы можем идти в любые министерства и, собственно говоря, добиваться исполнения этого решения. Что касается вот самого борщевика Сосновского, то в моем докладе уже на самом пленарном заседании это тоже прозвучало. Мы озабоченность свою довели до сенаторов, и я могу сказать, что нас услышали, и мы получили поддержку, потому что не только у нас этот борщевик Сосновского прорастает, разрастается, а это есть на всех территориях. Я могу ответить, что на комитете по бюджету выступление Бакина получило особое внимание наших сенаторов и даже представителей Минфина. В общем, вместо 30 минут дискутировали в течение часа, и, собственно говоря, все наши предложения, они вошли в проект решения. Что касается наших больших проектов, это строительство путепровода, строительство объездной дороги вокруг города Кирова, это тоже вошло в проект решения. Представители Министерства транспорта сказали, что да, на 2018 год в проект бюджета будут закладываться деньги. То есть мы должны уже сегодня решать эти вопросы. Мы подняли вопрос по празднованию 650-летия города Кирова и финансированию. Разве он не закрыт был? Этот вопрос не закрыт. Вопрос состоит в чем? Поменялось финансирование, порядок. То есть вот средства могут выделить только лишь за три года до дня празднования. И вопрос стоит в том, что средства выделяются на объекты культуры, социальные сферы. Мы же поднимали вопрос о состоянии, будем говорить, наших всех коммунальных сетей. И вот на эти средства мы и планировали, и попросили порядка 5,5 миллиардов рублей, что тоже вошло в проект решения. Поэтому я думаю, что вот с большим интересом нас выслушали, очень внимательно посмотрели нашу выставку. Мы показали, ну будем говорить, основные наши предприятия. Это, в общем, был показан такой короткий фильм о нашей Кировской области, где мы успели, в общем-то, все показать. А уже вот именно на выступлениях наших депутатов на комитетах и выступления губернатора на пленарном заседании моем мы, собственно говоря, обобщили все те просьбы, которые входили. Включая даже и капитальный ремонт нашего цирка. Поэтому вот все, что наболело, все высказали, значит, и на сегодняшний день это все войдет в проект решения. Мы с этим проектом решения теперь будем ходить по министерствам. Вот, это самый важный вопрос, потому что попросили хорошо, сенаторы покивали, да-да-да, решение какое-то составили. А дальше его реализация чего зависит? Дадут нам эти 5 миллиардов? А дальше все зависит от нас самих. Вот, если мы говорим о строительстве объездной дороги, то нужно уже сегодня нашим представителям и области, представителям законодательного собрания, через наших сенаторов и депутатов Государственной Думы выходить в соответствующие министерства и решать вопрос включения в бюджет 2018 года вот тех всех наших проектов, которые вошли в проект решения. Это такой вызов новой команде правительственной в нашем регионе? Новая команда, она вышла с этими предложениями и она готова идти дальше и добиваться исполнения этих решений. И на встрече с Валентиной Ивановной, исполняющей обязанности губернатора Матвиенко, Игорь Владимирович четко определил вот эти задачи. И я уверен, что определив и попросив и получив поддержку, мы теперь будем просить и наших сенаторов, чтобы, собственно говоря, они проделали тот нелегкий путь через министерство, чтобы прийти сюда в область уже с соответствующим финансовым обеспечением тех планов, которые мы высказали. Это труд, это работа. Это, понимаете, это очень серьезная работа. И вот здесь, наверное, наше совместное действие всех ветвей власти позволит, собственно говоря, это решение притворить в жизнь. Вот чувствуется у вас позитивный настрой по поводу исполнения вот этих желаний, которые были записаны в решении по итогам дней Кировской области в Совете Федерации. На чем он основывается? Вы верите в наших сенаторов? Вы верите в то, что на регион обратили внимание после дней Кировской области? Вы видите потенциал новой правительственной команды? Потому что мы ведь и раньше обращались с такими просьбами, но они только как-то, что касается обхода, что касается юбилея города, не очень-то были, слушались. Вот я могу вам привести пример. Мы обратились, посовещавшись и посоветовавшись Игорю Владимировичу, мы обратились ко всем нашим сенаторам, депутатам с просьбой отчитаться на заседании заказательного собрания о проделанной работе за период нахождения их в той или иной должности Государственной Думы и Совете Федерации. Мы получили ответ от всех о том, что они готовы. Если, например, брать наших сенаторов, они сказали, мы отчитаемся в конце года, потому что только что пришли. Понятно, что и Олег Александрович Казаковцев может что-то рассказать о том, что он делал там четыре года, но попросили в конце года. Пожалуйста. Черкасов будет отчитываться вот 30 марта, говорить о том. Депутат Государственной Думы. Депутат Государственной Думы. Депутат Государственной Думы Азимов Рахим Ивзизбович, так как он впервые, он сказал, что тоже в конце года отчитается о проделанной работе. Олег Дарьянович Валенчук тоже готов отчитаться. Но на сегодняшний день жизнь заставляет их не просто отчитываться, а и работать, потому что мы сегодня получили некий отчет Государственной Думы и рейтинг каждого депутата от каждой территории. Вот 450 человек их там расставили. Поэтому я уверен в том, что мы вместе будем работать. И, например, вы помните, когда, чтобы у нас на законодательном собрании кто-то отчитывался, кроме силовиков. Вот положено Константину Декановичу Селянину отчитаться, вот он 30 числа будет отчитываться. Положено полномочным по правам человеку, он отчитывается. А депутатам не положено. Но мы попросили. Вот Игорь Владимирович говорит, давайте попробуем. Я говорю, давайте. Только за. Мы же никогда не собирали представителей районных дум, председателей. Я обратился, я говорю, Игорь Владимирович, давайте. Он говорит, давайте. Тоже с отчетом на ОЗС. Не с отчетом, а с просьбой, что необходимо сделать в районе. Дать им какие-то консультации юридические. Потому что нет там таких специалистов и юристов. Или, например, представители контрольно-счетной палаты выступят, расскажут, как им работать со своими контрольно-счетными органами. Вот эта работа совместная, начиная с отчетов и заканчивая просьбами депутатов на местах, консультациями, занятиями, семинарами, позволит нам не просто решить те проблемы, которые мы обозначили в Совете Федерации, а действительно, может быть, даже и выше доказать правительству Российской Федерации, что действительно нам необходимо. А нам действительно необходим объезд вокруг города. Тогда, может быть, и меньше будет вопросов по системе Платон. Потому что они будут иметь какое-то альтернативное движение, а не крутиться на этих фурах по нашим летам, в общем-то, не совсем широких улиц города. Это особое мнение Владимира Быкова, председателя законодательного собрания Кировской области. На две минуты мы прорвемся на рекламу и продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает председатель законодательного собрания Кировской области Владимир Быков. Мне нравится, что мы движемся в таком хорошем темпе. У нас еще есть ряд вопросов, которые оставили на сайте наши слушатели. Еще один вопрос по благоустройству от слушателя, который подписался «Автолюбитель». Пишет он следующее. «Теперь, когда вы уже не являетесь главой города, может и не...» Это мое вступительное слово. Я как раз писала о том, что вы уже не глава города, но возможно, что ответьте на этот вопрос. Что пишет «Автолюбитель»? «В городе все хуже и хуже с парковками. Вот сейчас дороги на ярд сделают, а парковаться-то в центре все равно негде. Если сейчас этим вопросом не займутся, через пару лет будет коллапс». Вы в бытность своего мэра города неоднократно поднимали вопрос о парковках. Что скажете сейчас? Какова у нас ситуация? Как вы ее себе представляете? В отношении парковок работа ведется. Есть, будем говорить, юридически-правовые проблемные вопросы. Их сейчас решают, согласовывают с прокуратурой. Но вот такая первая парковка, о которой мы говорили, на Комсомольской площади, она должна появиться. А дальше уже будем и в центре города тоже находить места, где можно будет организовывать платные парковки. Потому что действительно, я согласен, что если сегодня этим вопросом не заниматься, завтра это будет решать гораздо сложнее. Так что работа в этом направлении ведется. Мы изучаем опыт и наших соседей, особенно это в Казани практикуются очень хорошо. Я уж не буду говорить то, что там происходит в столице нашей родины. Но вот опыт Казани мы на сегодняшний день пытаемся, собственно говоря, осуществить у нас в городе. Это наша общая задача. Поэтому руковожу я городом или не руковожу я городом. Мы, собственно говоря, вместе обсуждаем эти вопросы. Это вопросы, собственно говоря, и благоустройства. Поэтому вот то, что мы на сегодняшний день будем делать в городе, и будет возможность создать площадки для парковок. Ну, а парковка на Комсомольской, как платная парковка, уже заработала буквально на днях. Хочется понять, какими темпами будет решаться этот вопрос. В этом году можно ли ожидать новых каких-то площадей, каких-то участков дорог, которые станут оборудованными под платные парковки? В этом году, да. Можно ожидать. Хорошо. Вопрос, касающийся сельского хозяйства от Александра. Вот вы говорите, что 500 гектаров для фермеров гораздо интереснее, чем 50. Что так фермеру гораздо интереснее строить планы? О каких планах развития может идти речь, если более жестких, чем в Кировской области, требований ветнодзора и не сыщешь? И вопросы сбыта продукции для фермеров по-прежнему неразрешимы. Мало предоставить землю, надо организовать целый комплекс условий, чтобы люди вернулись на землю. Насколько я понимаю, речь идет о поправках в закон об оборудовании земель, сельхозназначении, снижении выкупной стоимости земли. Ну, вот мы внесли, и, конечно, там стоимость у нас на сегодняшний день это полтора процента от кадастровой стоимости земли. Это действительно возможность выкупить тем фермерам, которые эту землю или арендуют, или на каких-то других условиях используют. Что касается помощи, вот в этом году, в 2017, 2,4 миллиарда рублей будет выделено нашему сельскому хозяйству. Понятно, что эти деньги не все пойдут фермерам, но по программам у нас есть помощь. Я просто думаю, мы попросим нашего министра сельского хозяйства Алексея Алексеевича, ну, будем говорить, в каждом районе более подробнее рассказать о тех проектах, которые у нас есть. Что касается сбыта и переработки, да, вот здесь вопрос, конечно, очень сложный. И этот вопрос мы на сегодняшний день поднимаем и на комитете для того, чтобы, собственно говоря, его решать с нашими торговыми сетями. Ну, и действительно, наверное, вот буквально недавно мы были в Туже, там наш райпотребсоюз организовал прекрасный магазин, где, в общем-то, порядка там 70% продукции, которая производится у нас в области. Поэтому, я думаю, вот это вот старое забытое, которое у нас существует, да, и мы буквально недавно, я уж там не помню, 150 лет отмечали потребку операции. Наверное, нужно восстанавливать и давать возможность расширять и, собственно говоря, эту торговлю по всей нашей области. Я понимаю, что зашли очень так активно и агрессивно некоторые сети, это и «Магнит», это «Пятерочка». Но вот что касается наших торговых площадок в городе, ярмарок, то для города Кирова мы планируем вот эту торговлю расширять. Не просто то, что вот мы там на театральной площади, а в каждом районе находить, создавать площадки так, чтобы вот можно было, ну, практически каждое воскресенье, особенно, когда вот уже там, вот он, урожай созрел, давать возможность нашим сельхозпроизводителям привозить свою продукцию и продавать ее в городе. Это своеобразная ярмарка выходного дня, и мы имеем в виду районы города. Мы имеем в виду районы города, именно мы имеем в виду, и в городе мы уже проговаривали, вплоть до того, что какую-то улицу перекрывать на этот момент. И там вот опыт столицы, и даже, ну, будем говорить, и нашего там дальнего зарубежья, и предоставлять возможность. А то, что касается районов, ну, там, поймите правильно, никто не покупает, там все выращивают сами. Поэтому основное место продажи – это город Киров, это город Кирово-Чепецк, ну, там Слободской, Ядские поляны. Поэтому вот в этих городах мы и будем это организовывать. Что касается потреб коопераций, которые вы упомянули, помните, 20-30 лет назад в городе Кирово было достаточное количество магазинов, которые так и назывались, кооперативные. Как вы думаете, это вообще потенциально пользовалось бы спросом, и можно ли вернуть такие магазины в город? Вы знаете, вот у нас всегда говорят, что бизнес там как-то зажимают, не дают возможности работать. Но ведь все эти магазины в свое время перешли и каким-то образом 20 лет тому назад покупали. А сегодня, опять же, наши товарищи кировские продали эти магазины или сдали в аренду, что гораздо проще раз в месяц приходить, а не заниматься каждый день выкладкой товара, искать ассортимент, напрямую там заключать договоры. А это проще. Вот они ушли, как их назад вернуть, если это уже купил магнит? Назад уже этого не вернуть. Остается лишь одно. То есть как-то договариваться с этими сетями. Это процесс очень сложный, и мы в этом процессе не говорим, что будем в стороне. Будем вести постоянную такую наступательную работу вместе с нашим Министерством сельского хозяйства. Это особое мнение Владимира Быкова. У микрофона работает Светлана Занько. Напоминание о аэропорте Победилова. Это тоже был один из вопросов, который поднимался на Совете Федерации. И, насколько нам известно, заместитель министра транспорта Российской Федерации сказал, что это предприятие, вы сами должны им распоряжаться, если оно убыточное, продавайте, это частный бизнес. Это было разочарование, Владимир Васильевич? Это не было разочарование, и речь не шла об этом предприятии, речь шла о ремонте самого здания аэропорта. Вот что касается, будем говорить, взлетно-посадочной полосы, различных систем, которые способствуют организации полетов, вот это министерство говорит, да, мы здесь готовы помогать. А что касается здания, вот это вы ремонтируете сами. И поэтому из тех четырех вопросов, которые мы задавали, они нам отказали лишь только в одном. В ремонте не вот того, что там весь наш аэропорт, а именно самого здания. Поэтому, что касается взлетно-посадочной полосы и вот всего остального, здесь будет помощь. А что касается ремонта самого нашего, будем говорить, здания аэровокзала, ну, здесь нужно нам как-то искать свои возможности, привлекать наш бизнес. Но я могу сказать, что то, что уже сделано, все-таки дает нам какую-то возможность более комфортно находиться и в зале ожидания, и в зале регистрации, и в зале получения багажа. А вопрос с продажи здания вообще стоял на поездке дня когда-нибудь? Вопрос с продажи вообще не стоял. Я вам вот говорю, как был вопрос задан, задали вопрос, выделить средства на ремонт здания аэровокзала. Нам честно ответили, что мы готовы выделять средства, продолжать выделять, если есть это не вканяюсь, на ремонт взлетно-посадочной полосы, а здание это ваша собственность, ремонтируйте сами. Да, я имею в виду, у вас, в правительстве, в УЗС, вы-то сами рассматривали вопрос возможной продажи зданий или нет? Вот в законодательном собрании при мне этот вопрос не рассматривался. У нас осталось буквально полторы минуты до завершения нашей программы, и я задам такой легкий вопрос сайта. Владимир Васильевич, скоро 1 апреля. Любите ли вы первоапрельские шутки? Какая вам запомнилась больше всего? И ваши коллеги по УЗС в этот день подшучивают друг на друга? Подшучивают. Шутка была такая. Там в субботике маленькая речушка. Мне там звонят, говорят, быстрее, такую щуку поймали. Ну, понятно, что там никакой щуки не было. Шутить нужно, потому что если мы будем ходить всегда угрюмые, грустные и как-то не понимать юмора, наверное, это плохо. А вы в субботиху-то поехали? Да, поехал. А щуки не было? Щуки не было. А что вам сказали коллеги? Ну как, вот, пошутили. Понятно. Ну, с наступающим 1 апреля, действительно хороший праздник. А я благодарю сегодня за беседу у представителя законодательного собрания Кировской области Владимира Быкова. Спасибо, что приходите к нам. И до свидания. До свидания, спасибо. Продолжение следует...